Одно из ноу-хау Волга-феста это иммобиль. Хоть это и мобиль, но двигателя или мотора в нем нет. На праздники двигать его будут волонтеры. Основная его функция это наблюдение за прекрасной рекой Волгой. Стоя, сидя и даже лежа. Конструкция на колесиках одной из изобретений архитекторов, чтобы удобно было перемещаться по самой протяженной в Европе набережной. Временная архитектура, современное веяние. Из Ижевска приехали стройматериалы для народной избы. Строительство разворачивается здесь и сейчас. Москвичи сооружают лабиринт в центре смотровая площадка. Среди проектов архитектурных вы увидите четыре смотровые площадки. Это иммобиль, это игра в меандр, которая располагается здесь на пляже, на песке. Это картина, которая расположена чуть подальше. И последнее, это смотровые качели. Смотреть, гулять, изготавливать мебель и предметы интерьером, заниматься спортом, петь и танцевать. И все абсолютно бесплатно. Волга-фест не просто рядовой проект, а важный культурный обмен между регионами. На празднике ожидается несколько тысяч гостей из других городов. Возможным это стало благодаря поддержке Министерства культуры Самарской области. Оба дня будет проходить на пляже фестиваль воздушных змеев. Мы привозим огромные змеи до 40 метров в длину. И, соответственно, здесь же будут мастер-классы по созданию своих змеев, их раскрашиванию, запуску и так далее. Организаторы обещают, что каждый сможет найти площадку по душе, по возрасту и даже по гастрономическим пристрастиям. На фестивале рестораторы представят новые блюда, придуманные специально для праздника. Что это будут за блюда, пока держатся в секрете. Волгофест пройдет 4 и 5 июня. Мариана Мирная, Алексей Золотенков. События.